Сегодня состоялась 11-я сессия Государственного Совета Чувашии. В повестке дня 19 вопросов. Основное внесение изменений в республиканский бюджет на 2017 год и плановые периоды 2018 и 2019 годов. С учетом изменений бюджет выглядит следующим образом. Параметры республиканского бюджета Чувашьей республики на 2017 год составят по доходам 43,190,5 млн рублей. Рост к утвержденному бюджету на 5,4%. По расходам 44,413,000,000 рублей. Рост к утвержденному бюджету на 5%. Дефицит республиканского бюджета на 2017 год планируется в объеме 1,223,000,000 рублей. Госдолг республики на 2017 год прогнозируется на 1 января 2018 года в объеме 14,203,000,000 рублей. Дефицит бюджета сократился на 100,000,000 рублей. И специалисты считают эту тенденцию положительной. Дополнительно появившиеся средства в основном пойдут на поддержку социальной сферы. Это образование, это здравоохранение, культура, это физическая культура и спорт. Это дорожный фонд, кстати, увеличивается на 166 миллионов рублей. Мы первые в этом году увеличили его больше 5 миллиардов рублей. Главное, чтобы оно освоилось и эффективно использовалось. И, конечно же, качество строительства дорог было. Предприятие, которое имело долги по зарплате, это Чуваш Автотранс, да? Сегодня в бюджете статья появилась на возмещение именно по полученным кредитам и на погашение процентов. 64,7 миллиона рублей. Еще один позитивный момент – поддержка идеи инициативного бюджетирования. На эту статью будет выделено 20 миллионов рублей. Самые инициативные сельские поселения получат финансовую поддержку за самые интересные проекты в сфере благоустройства. Сегодня же парламентарии утвердили кандидатуру руководителя аппарата Госсовета Чувашия Надежды Прокопьевой на должность уполномоченного по правам человека в Чувашии. На сессии Госсовета были обсуждены и другие вопросы. Родион Архипов, Сергей Адушкин. Республика.